И что касается и самого вебинара, и тех материалов, которые идут вместе с ним. Нужно сделать небольшую предысторию. С августа прошлого года по декабрь я ездила в так называемый тур медиасилы с Южно-Сахалинска до Калининграда, 23 города. В каждом городе мы проводили три тренинга. Один для журналистов, блогеров, для авторов, один для медиа-менеджеров и один для преподавателей любых специальностей. Просто тех, кто интересуется связкой медиа и образования. И вот, собственно, этот сегодняшний вебинар – это такая квинтэссенция и переработанный тренинг «Мультимедийный мозг», которую мы тогда проводили и которую протестировали на приблизительно 300-320 человек было именно на преподавательском семинаре. Значит, та коробка с карточками, та коробка с игрой, которую вы получаете как участник этого вебинара, это пакет, набор, с помощью которого вы можете самостоятельно проводить тренинг «Мультимедийный Бориста» в любой аудитории. Значит, что мы уже протестировали и что мы уже можем показать, с какими аудиториями это работает и каким образом это может быть реализовано. Сейчас, секундочку, загрузим. Значит, мы работали в абсолютно разновозрастных аудиториях. У нас есть опыт, когда мы проводили эту игру и реализовывали этот подход в аудитории взрослых, опытных людей, которые 25 лет в газете отработали, 13 лет отработали в телевидении. То есть совершенно спокойно заходит это во взрослые аудитории. Мы работали в смешанных группах, когда есть практикующие журналисты и есть студенты, которые только начинают. У нас был опыт проведения внутри корпоративных тренингов с использованием этих карточек, с использованием этого сценария, этого подхода. Вот сейчас фотография, это в Ханты-Мансийске. Коллеги, которые поучаствовали у нас в тренинге и получили вот эту технологию, получили эту методику, они проводили со школьниками такой мастер-класс, мастерскую в рамках школьного слета юных журналистов и интересующихся медиа. В данном случае работает хорошо на школьниках тоже. Преподаватели используют это в студенческой аудитории, на занятиях. В этом смысле у нас нет четкой привязки, что это какой-то конкретный предмет, какой-то конкретный предмет мультимедийной журналистики или мультимедийных технологий, например. То есть этот подход, он вообще в принципе про продакшн полностью всего мультимедийного проекта. И поэтому вне зависимости от того, какого возраста и какой специализации люди, то этот подход работает. У меня вопрос Алексей. Так, к нам Лена еще только присоединилась. Вы хотите каким образом использовать эту коробку и знаете ли вы что-то о самом тренинге, как его проводили? Пока вы пишете ответ, я скажу, что все участники получают ссылку на видеоролик. В котором снят прям пошагово и подробно полностью тренинг, каким образом он проводится. Какие вопросы задаются, как ставится задача, каким образом организуют, значит, каким образом организуется группа. Отлично. Все, теперь тогда я понимаю, что вам нужно рассказать еще и содержимое коробки тоже. Значит, давайте мы пойдем от, собственно, самой игры, а затем выйдем на тему, почему это так организовано, каким образом это работает с мозгом человека. И причем здесь, собственно, заколовок, там, мультимедийный мозг, раздатку, которую вы тоже получите в виде PDF. Значит, я в сфере мультимедия достаточно давно и проводила много тренингов, много семинаров и сталкивалась с тем, что людям очень тяжело думать, как мультимедийный продюсер, как мультимедийный режиссер. Типа в том, что большинство из нас выросло в очень текстовой среде. И первым делом, когда говоришь о том, что давайте мы спланируем наш материал, многие люди и практикующие, и студенты, и школьники начинают писать как не очень качественное школьное сочинение. То есть они начинают писать с первой строчки и пытаются писать потоком, что очень далеко от реальной работы и над любой книгой, и над любым медиапроектом. Это не потоковое письмо, это структурное письмо. То есть когда мы создаем мультимедийный проект, во-первых, мы держим в голове, что далеко не все элементы этого проекта будут в текстовом формате. И нам нужно помнить, и нам нужно держать в голове все многообразие мультимедийных форматов, которые существуют. Это мозгу делать очень тяжело, поэтому мы сначала делали такие памятки, таблички, какие вообще в принципе бывают мультимедийные форматы. И тем самым просто вот человек смотрел, я хочу рассказать историю, не знаю, об аварийных домах. И он смотрел на эту табличку и понимал, что явно для этой истории ему нужна будет инфографика, чтобы показать, условно, сколько денег было выделено на программу выселения аварийных домов и сколько из них было потрачено. Возможно, им нужна будет фотография или слайд-шоу, или фоторепортаж для того, чтобы показать внешний вид этого дома. То есть мы этой подсказкой человеку помогали, автору помогали выйти за пределы вот этого бесконечного текста. К сожалению, до сих пор, и вот мы вчера на вебинаре по режиссуре «Мультимедийные истории» говорили о том, что люди до сих пор делают лонг-риды мультимедийные, просто берут газетный большой материал, и где-нибудь в серединке, чтобы не так сильно было скучно это все читать, они вставляют где-нибудь картинки, где-нибудь видео и, возможно, какой-нибудь интерактив и графику. То есть подход изначально некорректен, то есть таким образом мультимедийные проекты не делаются. Мультимедийный проект создается изначально, имея в голове, что какие элементы у нас будут в каких разных форматах. Собственно, вот этот список отличных форматов превратился в карточки. И частью этой коробки, которую вы получите, это вот эти карточки, на которых... Сейчас, секундочку, я вам открою. Откроем. Вот такого вида карточки, на которых написаны различные элементы, из которых, такие лего-детальки, из которых собираются мультимедийные проекты. Сейчас уже мы насчитываем около 65 таких видов, таких мультимедийных форматов, в которых можно представлять информацию. И, естественно, держать в голове для автора это нереально. Люди берут самое первое, что приходит в голову, и что помнят, что когда-то практиковали, и вот они забывают про то, что бывают другие способы донесения информации. То есть в первую очередь эта игра учит структурному подходу и такому принципу создания проекта. Сначала создается... Сначала формулируется идея, сначала формулируется тема и фокус той истории, которую мы собираемся рассказывать. Затем мы обязательно проговариваем, для кого мы эту историю будем рассказывать и на каком девайсе, на каком гаджете будет эта история этим пользователям воспринята. Потому что тот инструмент, с помощью которого человек смотрит эту историю, тот режим жизни, та ситуация, тот контекст, в котором человек ее употребляет, очень сильно влияет на восприятие истории. Затем мы выстраиваем логику, смысловую логику, не обращаясь пока к карточкам формата. Мы выстраиваем логику, как мы будем эту историю рассказывать, что будет на первом месте, какой смысл, какой месседж мы донесем дальше. И у нас получается такая... Сейчас посмотрю. Да. Получается некая вот... На этой фотографии на стекле у ребят висит структура истории смысловая. То есть на каждом стикере, на каждом кусочке бумаги написан либо вопрос, либо какой-то смысловой блок, квант, фрагмент, который обязательно должен быть в этой истории. Таким образом, люди, по сути, делают мультимедийную раскадровку. То, что термин раскадровка, который используют кинорежиссеры, телережиссеры, когда они создают свои фильмы. То есть это отрисованная визуализация каждого эпизода, каждого кадра, который мы выстраиваем в некую логическую связь. В данном случае выстраивается вот такая смысловая раскадровка. Затем к каждому элементу этой смыслового блока рисуется, подбирается формат и рисуется некий скетч. Каким образом каждый элемент вашего лонгрида или вашего мультимедийного проекта будет выглядеть. То есть вот эта вот фотография, это у нас была мультимедийная экспедиция с Артемом Галусяном в Санкт-Петербурге, где журналисты и блогеры работали над созданием мультимедийного проекта и просто делали фотографии бэкстейджа, каким образом это происходит. То есть эта игра, эта коробка, она может быть использована в двух самых предсказуемых ситуациях. Первое – это обучение людей, каким образом создавать мультимедийные проекты. Это сдвиг, ну, как мы называем, сдвиг мышления, когда люди начинают не думать о журналистском материале и о мультимедийном материале как о разукрашенном тексте, чтобы они учились думать сегментами, думать структурно и уметь выстраивать, уметь одну и ту же историю из одних и тех же элементов перестраивать в различные логические структуры и в различные драматургические структуры. С чего начать, как рассказать, каким способом передать ту или иную мысль. Вот, собственно, эти карточки, они помогают человеку визуализировать и научиться думать по-другому, структурировать мультимедийные продукты по-другому. Второе, часто распространенный способ, каким образом эта игра работает, это внутреннее самообучение редакции. Когда есть более-менее такая команда, хотя бы 3-4 человека, которые не просто переписывают пресс-релизы на интернет-сайт, а думают о создании хороших глубоких историй, тем, номеров, спецпроектов. Они собираются вместе, они получают вот этот видеоролик, каким образом игра играется, и затем проводят вот это внутреннее обучение, затем эти карточки используют в реальной практике при создании реальных реальных мультимедийных проектов. То есть обучение либо самообучение. У этих карточек есть вторая сторона, на которой, собственно, почему начинается мультимедийный бариста, дело в том, что мы, так как мы эту игру разрабатывали для аудитории, которая может быть вообще ничего не знает про мультимедии, про различные мультимедийные форматы, мы искали такой образ, который был бы понятен и максимально доступен для большого количества людей. И мы нашли этот образ, образ кофе, кофейных напитков, которые подают в городских кофейниках. Дело в том, что все эти кофейные напитки, они слоеные, они состоят из нескольких ингредиентов, которые в нужном порядке, согласно стандартам, согласно, неким вкусовым правилам, правилам бариста, они добавляются в тот стакан, который получает клиент. И по аналогии вот с этими, со слоями эспрессо, молоко, там сливки или сироп, что добавляется в кофе, по этой аналогии мы сначала показываем участникам игры, что все кофейные напитки делаются вот таким слоем, затем мы переворачиваем ЛМ-карточки и вот по аналогии, по метафоре показываем, что мультимедийные проекты, как слои в кофейном напитке, они состоят из вот этих вот слоев элементов и слоев мультимедийных форматов. Почему мы считаем, что эту игру надо максимально распространять и привлекаем людей к тому, чтобы они использовали это на своих и рабочих местах, и в вузах? Первое, я уже часть из этого сказала, что первая проблема заключается в том, что мы когда начинаем проводить либо конкурсы каких-то мультимедийных проектов, либо мастерские, выездные какие-то мероприятия, мы сталкиваемся с тем, что доминирует восприятие мультимедийных проектов как нечто такое, что можно сделать на коленке за одну ночь. У меня же есть большой материал, и я сейчас туда чего-нибудь зафигачу. Значит, это первая проблема. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это очарование технологиями. К сожалению, есть достаточно большое количество авторов и журналистов, которые считают, что они научились сделать интерактивную карту, и они начинают подгонять задачу под ответ, они начинают эту интерактивную карту пихать куда бы то ни было, потому что, а, это мультимедийная. Такой подход, формат вначале, смысл потом, он опасен, потому что человек очень большие ожидания возлагает на мультимедийный формат, и редакторы сайта говорят, у нас сайт теперь будет мультимедийным, и все наши пользователи радостно захлопают ладоши, у нас увеличится трафик. Конечно же, такого не происходит, потому что люди на сайте не ради мультимедии идут. Мультимедия – это способ донесения максимально полезной, понятной и четкой донесения информации до нашего читателя. И вот это вот избыточное очарование и забывание о том, что в основе истории все-таки идет смысл сначала, а потом мы подбираем к нему форматы. Вот с этой установкой мы тоже с помощью вот этой вот игры, с помощью ее распространения стараемся максимально работать. Есть несколько уровней, есть несколько этапов, это уже из опыта и то, чем мы делимся. Тут какой-то смайлик, конечно, был клевый, но я не расшифровала. Лучше словами. У нас главный редактор ввела прекрасную формулировку словами через рот. Тогда будет понятно. Несколько уровней погружения людей, которые мало разбираются в мультимедиа. Окей, спасибо. Несколько уровней, через которые мы пропускаем людей. Значит, когда вы любому человеку, с которым вы в бористое играете, вы отдаете эти карточки, то первый вопрос, который мы обычно на этом этапе задаем, посмотрите на эти названия, что вы знаете, что вы не знаете, встречали вы подобные элементы или нет. Потому что профессиональный сленд, который используется, бывает такое, что он не совпадает с тем, как те или иные элементы называют в редакциях или в рекламных агентствах. Поэтому для того, чтобы можно было быстро отвечать на вопрос, ой, я не знаю, что такое слайдер было-стало, или ой, а что такое предмет в разрезе, тип инфографики, мы рекомендуем каждому тренеру и каждому преподавателю иметь запас примеров, которые вот можно показывать быстро в ответ на вопрос. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать такой онлайн-сервис, который можно использовать просто прямо на занятии, где все эти примеры будут проиллюстрированы и тем самым помочь и медиатренерам, и преподавателям вот эти тренинги бариста проводить. Но при том, что у нас будет вот эта вот база, и мы ее совершенно, конечно, бесплатно всем участникам бариста и разошлем доступ, вне зависимости от того, что у вас будет доступ к такому универсальному ядру контента, всегда классно, когда есть у преподавателя какие-то свои находки, свои примеры и свои подборки этих примеров. То есть, изначально на первом уровне мы погружаем человека в ремесло. Очень много аналогий, очень много пересечений с тем, как мы учим человека обыкновенному ручному ремеслу. Мы не заставляем его сначала делать прекрасный фарфоровый чайник, мы сначала его учим месить глину. Мы ему говорим, как так устроен бенчарный круг, как его нужно крутить, то есть мы начинаем с самых азов. Самые азы для нас это мультимедийные элементы. Второй уровень, который нельзя пропускать, опять же, я обращаюсь к собственному опыту и к тому, что мы наблюдаем за... как разные люди преподают мультимедиа. Этот уровень нельзя пропускать. Декомпиляция – это когда мы даем несколько примеров мультимедийных проектов и учим людей разбирать все эти проекты на запчасти, чтобы они уже видели в конкретном мультимедийном проекте вот это вот видеоподложка. Она из скольки секунд видео состоит, закольцована. Что человек хотел сказать закольцованным видео, какую эмоцию вызвать. То есть каждый элемент берем, вот цифра выделенная, как врезка. О чем она говорит, почему она здесь, как она сочетается с окружающими ее элементами. В принципе, есть несколько таких техник обучения, например, кинорежиссуре, когда человеку дается фильм, он его прям режет по местам склейки и иногда просто даже раскадровку делает, перерисуя уже готовый снятый фильм. И вот когда ты так по запчастям разбираешь чужой проект, ты начинаешь задумываться, почему, как, как бы ты сделал. То есть с точки зрения обучения, вот мастерству, такой процесс переделки, либо разбора, скорее даже не переделки сейчас, а именно разбора работы мастера по запчастям, он очень важный. И никакие лекции, никакие рассказы о том, как этот проект делается, он не компенсирует вот тот навык, который можно получить в таком виде работы. Значит, третий уровень, после того, как мы научились разбирать проект на запчасти, это задача, которую мы ставим либо перед студентами, либо перед редакцией, а давайте сделаем такой же. есть совершенно прекрасная история про то, когда появился Нью-Йорк Таймсовский лонгрид про Snowfall, который там считается начинателем моды на лонгриды, когда он появился, там есть несколько, там очень-очень много мелкого текста, но там есть всякие разные мультимедийные элементы, например, там видеоподложка и видеоинфографика с показом маршрута, по которому двигалась экспедиция. И это вот такой вот эффект, вау, так тоже можно так вообще так красиво выглядит. И, значит, редакция объявила, что около 30, по-моему, человек работало над этим проектом, это очень сложно, но вот мы, Нью-Йорк Таймс, мы можем. И в ответ на это три совершенно таких ребят, не относящихся никаким образом к трое студентов выпускного курса, не относящихся никаким образом к никаким редакциям, они просто сделали копию этого проекта на бесплатных, с помощью бесплатных сервисов, с помощью комбинирования тех инструментов, которые были доступны на тот момент. И это тоже была вторая волна профессиональной дискуссии, что нет смысла делать вот это вот производство мультимедийных проектов каким-то элитарным, ну, потому что вопрос не в технологиях, а вопрос в смыслах и историях. А технологию вот студенты могут повторить и пересобрать. Для тренировки, для того, чтобы понять, каким образом, где какие грабли есть, никакие лекции не помогают, помогают только попробуйте сделать вот точно такой же, ну, например, на каких-то бесплатных сервисах, ну, тот же самый Wix.com, который позволяет конструировать, переконструировать слайды, либо на Tilde, либо на Radimagi, то есть на тех сервисах, которые позволяют собирать, значит, собирать цельные истории. Дальше это, то есть вот до первых три шага, это погружение в те элементы, погружение в те возможности, которые уже другими освоены. Следующий шаг после попробовать пересобрать работу мастера, это создание мультимедийных элементов самостоятельно. Не копирование, вот у меня уже есть инфографика, и я сейчас сделаю точно такую же в инфограмме, а именно получить задание от преподавателя, получить таблицу данных, выделить там тренды, увидеть, какие цифры значимы, какие можно опустить, на основании сырых данных сделать инфографику в инфограмме. То есть комплексное задание, которое заставляет работать и над смыслами, и над формой. Таким образом, мы с точки зрения педагогики, с точки зрения методики, преподавания, мы собираем в кучку и теоретические знания, и практически. Следующий уровень это сборка несложных проектов. И вот эта вот пошаговость, углубление и усложнение, оно важно для того, чтобы, во-первых, сохранить вовлеченность человека в обучение, потому что если нет пошаговых, пошаговой такой стратегии, пошагового алгоритма, а мы сразу человека заставляем, ну, пойди, сделай в тильде какой-нибудь проект, обычно человек впадает в ступор, начинает прокрастинировать задачу, насколько это возможно, либо делает левой пяткой, потому что он не понимает логики работы над этим проектом. Поэтому, даже если мы говорим не о преподавании, а говорим, например, о реальной работе в реальной редакции, то вот эта вот пошаговость, она может быть в том, что возьмите свой уже опубликованный материал, попробуйте пересобрать его уже с использованием мультимедийного подхода. Или вот у вас есть, вы точно знаете, что под Новый год вы будете делать спецпроект, давайте с октября мы попробуем вот этот новогодний один спецпроект сделать с помощью вот этих вот мультимедийных форматов. то есть потихонечку, и чтобы каждый шаг заканчивался анализом, чему мы научились и какой результат мы можем показать, какой артефакт мы можем предъявить вот на этом этапе обучения. Это очень сильно отличается от традиционных подходов преподавателя, когда вычитывается там либо большой, либо не очень большой теоретический курс, и затем либо дается упражнение, либо дается какой-нибудь проект и он, так как это не серия проектов с увеличением сложности, а один в конце, то чаще всего сталкивается с тем, что и студенты, и взрослые обучающиеся у нас разные возраста есть, они халявят и либо халявят, либо прокрастинируют. То есть это все как раз результат того, что не выстроена цепочка усложнения задач. Ну и собственно там конечная история это сборка сложных проектов и что вот здесь вот на шестом этапе мы частенько применяем, мы просим человека, который дошел до этого уровня провести пару занятий с начинающими. Вот когда человек чему-то научился и поставить ему задачу научить этому другого, он очень хорошо закрепляется твой собственный навык в создании, в объяснении и в понимании. Задача объяснить другому, она помогает в первую очередь преподавателю, наставнику, тьютеру, как бы мы его сейчас не называли. Значит, что еще есть, чем мы делимся и чем помогаем? Значит, есть вот у нас вот такая таблица, где перечислены все те мультимедийные элементы, которые есть в карточках, и которыми можно играть. И, естественно, логичный вопрос у всех, кто будет у вас учиться, либо с кем вы будете работать на производственных тренингах. Ой, а как это делать? И вот здесь просто перечислены максимально надежные, максимально уже испробованные сервисы, некоторые из них совершенно бесплатные, некоторые из них условно бесплатные, прям совсем-совсем с нуля платных нет, мы сюда не добавляли. И эти... Так, а сборка... А, в этих предыдущих слайдах почему сборка? Ну, потому что... Ну, смотрите, например, как процесс создания мультимедийного проекта устроен. Вообще, в принципе, это командная работа. И, к сожалению, многие делают это в одиночку и получается не очень хорошо. Значит, командная работа. Мы собираемся командой, которая будет делать проект. Мы его проговариваем, мы его планируем, мы его собираем вот в виде скетча, в виде вот этого плана из стикеров и карточек форматов. После этого, по сути, мы понимаем, что у нас вот сюда нужны фотографии, вот сюда нужна аналитика, вот сюда нужна экспертиза, и мы в рамках команды распределяем задачи по сбору информации, по структурированию и по написанию вот этих элементов, либо по верстке или обработке фотографии, либо монтажу видео, этих элементов. и мультимедийный проект, так как он не делается сначала до конца, собирается сначала скелета, потом обрастает мясом, то когда каждый член команды собрал элементы, то поэтому сборка и есть, то есть мы собираем этот финальный результат, финальный артефакт, мы собираем из этих запчастей, из этих элементов. Поэтому сборка. А какое слово бы вы употребили в данном случае, потому что, ну да, это для нас такое уже устоявшееся выражение, поэтому даже не задумывалась никогда про почему сборка. Значит, если напишете свой вариант, это будет интересно. Так, значит, едем дальше. Значит, вот у нас есть такая инструкция, помогалка, каким образом это делается, и опять же, у всех преподавателей, у всех тренеров есть свой подход, но вот у нас в компании, в нашем сообществе тренеров принято, что человек не может учить, если он не умеет делать сам. Ну, хотя бывают другие позиции, и поэтому вот, чтобы соответствовать и иметь возможность быстро, оперативно и понятно объяснять людям, отвечать на их вопросы, тех людей, которых мы учим, которых тренируем, конечно, каждый тренер и каждый преподаватель самостоятельно делает не один элемент, вот, не один раз элемент с помощью этих сервисов. Потому что если мы просто отдаем человеку, вот, есть такие цифры, или есть цитаты, или есть инфографика, графики, диаграмм, и берите осваивайте, то, конечно же, у студента или там у участника тренинга будет вопрос, ой, а подскажите, как? Если сам преподаватель, сам тренер не владеет этими инструментами, получается, и некозявая такая, некозявая такая ситуация, которая рушит репутацию тренера. Поэтому с чего наши тренеры начинают, это с того, что они проверяют все ли элементы они смогут сделать с помощью тех илиных инструментов. Можно сделать хуже, можно сделать лучше, но нужно понимать возможности инструмента для того, чтобы учить им пользоваться. Значит, еще одна из вспомогательных таблиц, которая помогает и самому преподавателю, и его студентам, это вот такая таблица, где мы берем типы, группы элементов мультимедийных, например, интерактив, фотографика, анимация, и смотрим, для каких ситуаций, для каких материалов, для каких вопросов какой из элементов был бы предсказуемо хорош. Например, если мы делаем какую-нибудь трансляцию или мы делаем репортаж с события, то репортаж, он может быть не только видео, он может быть не только набором, например, фотографий, если мы говорим про фоторепортаж, можно вспомнить про панорамное видео, и значит, вот это помогалка, это напоминалка подсказывает, что это можно взять, что можно сделать фото 360 градусов, что в ответ на как выглядит событие, бывают графические ответы, даже самая реконструкция события, схема, либо таймлайн реконструкция временного времени, как развивались события. То есть вот такая подсказка, которая связывает форматы со смыслами, как раз вот та мысль, которую мы хотим активно продвигать для того, чтобы и авторы, и преподаватели не забывали про то, что в проектах основной является, конечно, все-таки история. И вот все то, о чем мы говорим, вообще, в принципе, я очень часто говорю о том, что я не вижу особой разницы между медиа и образованием, потому что любой преподаватель, любой медиатренер, выходя перед аудиторией, он является для них, ну, скажем так, он создает медиапродукт, он создает аудиофон, если он рассказывает что-то, он создает видеоряд, если он показывает что-то на доске. То есть и в случае образования, в случае журналистики или медиа, мы расширяем кругозор людей и мы научаем их чему-то. Вопрос, что тематики бывают разные и, допустим, глубина погружения бывает разная, но по сути и медиа, и образование это коммуникация, это взаимодействие, обмен информацией для того, чтобы все участники процесса знали, умели, умели больше. И бывает как минимум два подхода. Это вещательный подход, когда мы позиционируем медиа-тренера и преподавателя как источник знания, а все остальные это люди, которые должны к этому источнику припасть и высосать мозг из преподавателя. И второй подход, медиа-подход, это горизонтальная коммуникация, когда мы понимаем, что мы пришли не из преподавателя вытаскивать знания, а мы пришли совместно покопать эту тему для того, чтобы научиться узнать больше и возможно создать продукт. И вот во втором случае у преподавателя задача больше модерации и задача больше подкидывания вопросов на размышления, организации работы групп, организации вот этих практических заданий, придумываний упражнений с вызовом для того, чтобы те люди, которые идут глубже и идут дальше, чем основная аудитория, чтобы у них сохранялся интерес, познавательный интерес. И вот для проектирования тренингов и для проектирования и баристы, и других наших методик мы используем таксономию Бума, достаточно известной педагогики Бума, тема, где педагогические цели и педагогические действия вот сведены в некую систему. К сожалению, если мы смотрим на традиционное преподавание, которое лекционное во многих своих проявлениях, то это вот чисто передача знания от знающего к незнающим. мы считаем, что обучение действиям, обучение через практику дает гораздо больше результаты и более долгосрочные результаты. Поэтому, когда мы составляем план тренинга или план занятия или план курса, который мы разрабатываем, мы смотрим вот на эту таблицу и отмечаем, какие из действий мы хотим в данном случае, в данной теме стимулировать у нашей аудитории. Например, мы хотим развить у людей умение экспериментировать. Это B3. Следовательно, ставя и формулируя так эту цель, мы смотрим здесь когнитивные процессы на 3 это применять, а B3 это концептуальное знание. То есть посередине между конкретным и абстрактным. И все те активности, которые мы закладываем в этот тренинг, они должны находиться в этой рамке. Люди в рамке тренинга, в рамке занятия либо в рамке курса отрабатывают свое умение ставить эксперименты. И уже от этой педагогической цели расписываем задачи и придумываем активности, которые можно организовать в рамках курса. где здесь связь с медиа? Дело в том, что сейчас скажу, с какой стороны зайти. Я считаю, что нет никакого отдельного диджитал мира, нет никакого отдельного виртуального реальности какого-то интернета, в котором живут другие люди. хотя такое восприятие у многих педагогов, особенно школьных, оно существует. Я считаю, что жизнь онлайна и оффлайна тесно связана, и если мы создаем что-то образовательный какой-то продукт, то нам в оффлайне необходимо использовать онлайновые инструменты, а если мы делаем онлайн продукт или проект, мы должны использовать то, что есть в оффлайне. Поэтому вот когда мы проектируем тренинг, тогда мы смотрим, какие мы достаем те же самые карточки и смотрим в каком формате какой образовательный модуль мы можем продемонстрировать. Так собираются рабочие тетради, одну из которых вы получите в виде PDF и сможете себе распечатать. То есть мы используем карточки и для себя лично тоже когда мы разрабатываем образовательные продукты и образовательные модули. Ну вот например сейчас я покажу вы это все увидите сможете посмотреть. То есть вот это рабочая тетрадь которая во-первых содержит некую теоретическую информацию содержит инфографику схематичное изображение а дальше дает вам задание. То есть у вас есть и допустим если вы для своего тренинга разработаете аналогичную рабочую тетрадь то у вас будет уже часть той информации которую вы хотите отдать людям она будет у вас в виде текста либо в виде схемы либо в виде пространства для выполнения выполнения упражнения. По сути вот такая рабочая тетрадь является медиапродуктом если например вы найдете в интернете найдете на ютубе и снимете даже просто на свой смартфон несколько видео уроков видеомануалов каким образом происходит тот или иной процесс и обладите своим студентам или отдадите своим участникам тренингов этот материал в виде то вам уже не надо будет проводить этот эксперимент или пытаться его смоделировать в очном на очном тренинге то есть вот создание этих медиафрагментов оно позволяет освободить увеличить то время которое вы можете в оффлайне контактировать со своими участниками и со студентами разговаривать с ними коммуницировать устраивать дискуссии экспериментировать анализировать обсуждать и так далее все то что требует действительно живого общения и живого взаимодействия а теоретические части теоретические блоки которые вы хотите им донести совершенно спокойно превращаются в те же самые мультимедийные продукты мультимедийные проекты и на этой же основе на этом же принципе построен так называемый подход так называемый flip education перевернутое обучение где вся теоретическая информация которую мы можем отдать без ущерба для понимания то есть видео лекции вот моделирование показ каких-то каких-то ситуаций я допустим очень часто практикую если интересно я могу просто прислать ссылочку сейчас просто в памяти всплыло я допустим из сериала newsroom вырезала фрагмент который показывает взаимодействие редакции при работе с breaking news по-русски как же называется ну короче актуальная новость которая вот сейчас произошла из головы вылигла русский термин значит никаким способом ни на каком тренинге я не смогу показать это вживую потому что по сути мне тогда бы пришлось нанимать 9 9 актеров которые будут разыгрывать сценку взаимодействия корреспондентов редакторов режиссеров продюсеров и так далее вот и в этом смысле видеофрагмент который длится всего 7 минут с комментариями на что обратить внимание что сейчас происходит как устроен производственный процесс вот этот видеофрагмент он заменяет и прям вот обогащает любой тренинг любое занятие и вот любой курс это то чего они не увидят в реальной жизни в таком концентрированном виде и так быстро то есть вот когда мы разрабатываем курс мы применяем вот этот принцип бариста мы его применяем в том числе и для планирования своего курса для кого мы это делаем точно так же стикерами выкладываем смысловые блоки что мы хотим какую информацию какие знания мы хотим передать дальше мы используем таксономию блума для того чтобы поставить педагогические цели вот в данном блоке мы что хотим чему бы они должны научиться в данном блоке чему они должны научиться и подбираем дальше с помощью тех же самых карточек бариста подбираем с помощью каких медиа инструментов с помощью каких элементов мы могли бы представить представить эту информацию для наших студентов то есть смысл в том что мы в онлайн и в медиапродукты зашиваем все то что можно записать без ущерба для интерпретации то что не требует большого процента обратной связи все что можно прочитать мы заверстываем и вот здесь здесь такая знаете такая есть ну вы сталкиваетесь особенно если работаете с молодыми людьми сталкиваетесь с тем что они не могут читать большие слепые тексты на самом деле взрослые тоже не могут читать большие слепые тексты плохо сверстанные без разбивки без акцентов без подзаголовков без каких-то иллюстраций в этом смысле мы прям сильно рекомендуем все-таки делать свою вашу авторскую выжимку реферат там дайджест тех значит тех теоретических знаний которые вы хотите ребятам отдать или там участникам вашего тренинга отдать Ирина добрый вечер рады вас видеть запись все равно будет поэтому вот сейчас наверное будет тяжело включиться в логику то что мы делаем но если если допустим у вас есть заранее заранее вопросы с которыми вы сюда шли то вот в чатик можете написать что что вас интересует с какой позиции мы обязательно про это поговорим а вот теоретическую часть надо будет посмотреть в записи уже значит вот и значит принцип такой все что можно записать все что можно сверстать все можно отдать текстом мы создаем медиапродукт отдаем это в виде пдфки отдаем это в виде набора вордовских файлов например в общей в общей папке куда имеет доступ участники тренинга либо либо студенты группы и в онлайн например выводятся еще и простые тестовые срезы знаний то есть не тратить оффлайн чтобы не тратить оффлайновое время на то чтобы там люди заполняли анкеты или проходили какие-то какие-то тесты то есть мы в онлайне проектируем тест заранее до занятия рассылаем ссылочку у нас участники либо студенты проходят это тестирование а на оффлайновом занятии мы уже обсуждаем правильно неправильно какие там какие особенности ответов что показал что показало это прохождение теста то есть мы переводим в оффлайн только вот ту коммуникацию которая требует именно взаимодействия и таким образом мы проектируем образовательный курс мы проектируем любой тренинг опять же вот я просто повторюсь что история история не про привязку к какому-то вузу или привязку к какой-то теме у нас в Новосибирске был преподаватель из архитектурного института который говорит ну то есть для моего предмета все это абсолютно релевантно все абсолютно адекватно что архитектуру невозможно преподавать чистым текстом и чистым чисто вещательным вещательным подходом и поэтому вот этот вот принцип проектирования планирования смыслы педагогические цели форматы и создания медиа артефактов как части образовательного курса ну собственно он сказал что это абсолютно релевантно в том числе и преподавание другого предмета поэтому вот вы получите наш медиапродукт вот эту вот рабочую тетрадь которая называется мультимедийный мозг мы в этой рабочей тетради концентрируем внимание на том каким образом происходит на уровне нейрофизиологии каким образом происходит обучение и почему мультимедийный подход использования разных форматов представления информации улучшает восприимчивость улучшает запоминаемость того предмета и таких блоков знаний которые вы людям отдаете потому что очень много сейчас есть исследований каким образом люди потребляют медиа что запоминает что у них остается есть шаблонные совершенно и журналистами придуманный термин клиповое мышление причем мы очень мало практически я даже скажу ни разу не встречала этот термин в западной литературе ни в психологической ни в теориях коммуникации это выглядит как очень такой российский конструкт про клиповое мышление недостаток внимания и я все-таки считаю что если мы видим расфокусировку внимания у группы то это ну все-таки недостаток недоработка педагога как режиссера потому что мы играем здесь две роли в этом смысле мы с одной стороны режиссеры мы проектируем тот учебный курс и каждый конкретный урок мы продумываем взаимодействие и от наших талантов от нашего владения мультиментными инструментами зависит и результат вот а с другой стороны мы отрежиссировали это мы продумали распланировали мы организовали работу аудитории и там нашей группы обучающихся затем мы вступаем внутрь либо в роли актера либо в роли модератора организующего это образовательное это образовательное событие вот ну собственно то что хотела рассказать в рамках в рамках подхода в рамках методики значит Ирина а у вас коробка на руках или вы еще не не получили то есть сама коробка с карточками сама коробка борис еще не получили но вот здесь тогда надо будет посмотреть потому что я в начале рассказывала про внутренность и собственно что с этим делать но что вы получите когда так Алексей про обещали в сентябре выслать это я напишу у нас Елена координатор этого дела вы ей уже писали что коробка не пришла если если нет то мы просто Елене спросим был у нас момент когда служба доставки профокапила и только наш полшебный пинок заставил их довести вот поэтому если обычно он доходит там в пределах недели полутора недель максимум потому что это не чистая почта а именно служба доставки поэтому да коробки готовы в этом смысле это надо просто выяснить где на каком этапе оно застряло и все решим в смысле по одной Алексей рассказываю вы заказываете или кто-то заказывает вебинар и не 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 нет так как все живут в разных городах приходит заказ человек специально обученный человек в Москве звонит служба доставки служба доставки собирает у нас коробку и отправляет по вашему адресу именно поэтому так как это не почта России и не групповая рассылка всем ковровым бомбометаниям поэтому я и очень трепетно к этому ко всему отношусь то есть все мы найдем где застряла ваша коробка все пришлем не переживайте значит это во-первых во-вторых сконвертируем мы обычно на это уходит часов 5-6 конвертируется из вебинара видео что вы получите вы получите в цифровых цифровых форматах а вот PDF рабочую тетрадь по мультимедийный мозг это вот про нейрофизиологию обучения дальше у вас будут все презентации и все схемы типа вот вот этой которую мы показывали сегодня табличка мультимедийных сервисов где как делается какие мультимедийные элементы и вот такая базовая презентация которую я показывала это этапы каким образом мы погружаем людей в мультимедийный мир если есть какие-то вопросы индивидуальные или на понимание или что-то я какой-то вопрос не осветила который вас волнует то напишите пожалуйста я постараюсь ответить а вот все забыла еще что вы получите вы получите видеоролик модельный модельный тренинг мультимедийный бариста прям вот мы собрали команду собрали людей и пошагово провели этот тренинг сняли все элементы все этапы я там в камеру периодически говорю на что обратить внимание как поставить задачу как сформулировать какой смысл в том или ином повороте сценария этой программы то есть пока к вам идет коробка вы на видео сможете посмотреть собственно процесс игры как как это реализуется вот ну и давайте если сейчас идет процесс формулирования вопросов пока пока вы пишете я есть в фейсбуке это самый быстрый способ со мной связаться если сейчас допустим вопросы какие-то не не сформулировались когда вы получите коробку когда вы получите материалы у вас появятся дополнительные дополнительные вопросы без проблем можно в фейсбуке мне написать и я обязательно на все эти вопросы отвечу и что-то поясню если что-то останется непонятным ну тогда если вопросов нет я очень рада я очень надеюсь что мы с вами не последний раз встречаемся потому что обычно присоединение к группе там вот макиндинного бариста это означает что все материалы по этой тематике для преподавателей которые у нас появляются все базы примеров все какие-то сервисы которые мы разрабатываем мы по этой группе по мере поступления мы ее рассылаем абсолютно бесплатно то есть это по сути такое вступление в некое сообщество преподавателей которые пробуют и применяют мультиментивные технологии в своей деятельности ну что все тогда спасибо большое рада была видеть все материалы вам Елена вышлет и до новых встреч субтитры